Терпение лопнуло. Сотрудники Молдавской железной дороги из Окницы в знак протеста заблокировали сегодня движение поездов. Люди требуют рассчитаться с ними по зарплатам, которые они не получали с прошлого ноября. Протестующие отчаянно сетовали, что им нечем кормить своих детей и оплачивать коммунальные услуги. Позвали на протест даже руководство госпредприятия, однако в Рио директора ЖДМ был краток. Дескать, зачем ему приходить, он не понимает. Между тем, вышедшие на протест люди предупредили, если их проблему не решат, в ближайшее время они приедут в столицу, к зданию законодательного органа. Мы не уйдем, пока нам не перечислят зарплату. Вот ребенка сегодня отправила в школу голодную. Дочую голодную. Это как? Дочка маленькая, вот она сейчас приболела, за что мне купить лекарство? Нет, не за что купить лекарство. Обычный сироп от кашля минимум стоит 80 лей, за что его взять? Протест работники Окнецкого филиала ЖДМ устроили сегодня утром. По словам манифестантов, они уже несколько месяцев не получали зарплату, а жить на что-то надо. Нету ни копейки. Если каждый из вас хотя бы обратился и сказал, что дай мне 5 лей, 10 лей, для того, чтобы я мог купить даже вот эту маску, я не имею. Нам, значит, не можно не платить зарплату, а мы будем сидеть и голодать. А нам нельзя ничего делать. Дай нам по стрелке, мы снимем, которая нам нужна. Протоди, сделаем нашу зарплату. Поднимите руки, у кого есть кредит? С 840 лей. У меня 300. Я не платил два месяца. Протестующие потребовали от руководства ЖДМ ответа на их вопросы и присутствие на сегодняшней акции протеста кого-то из руководства, но никто к ним так и не пришел. Люди, мы думали, что вы к нам приедете и хотя бы скажете, что нам делать, как нам быть, какие дальше действия. Люди уже в отчаянии. Они готовы хоть рвать. Исполняющий обязанности директора госпредприятия Адриан Анчану заявил нам по телефону, что не понимает, зачем его присутствие на протесте и попытался дать людям новые обещания. Администрация железной дороги делает абсолютно все для того, чтобы найти денег и заплатить заработную плату людям. В итоге временный глава ЖДМ признал, что ничем работникам помочь не может. Мы не хотим работать. Банки нас не спрашивают. Законы не то что. Магазины нас не спрашивают. Есть у вас что кушать? Нету. Чем кормить детей? Чем это самое? Они требуют деньги. В знак протеста люди перекрыли железнодорожные пути. Однако после предупреждения полиции, что на них могут открыть уголовные дела и даже оштрафовать, отказались от этой затеи. Завтра сотрудники ЖДМ выразили намерение выйти на работу, но не исполнять своих обязанностей. Протестующие не исключают, что могут устроить протест и в Кишиневе, перед зданием парламента. Мы еще раз предупредили с полицей, что это все противозаконно. Хорошо. Они пойдут на меня. Куда нам дают это самое? Недавно антикоррупционная прокуратура начала расследование с целью выявления предполагаемых нарушений, совершенных на госпредприятии «Железная дорога Молдовы». В парламенте также сформировали спецкомиссию по расследованию экономического и финансового положения компании. В нее вошли 9 человек. Отчеты о результатах и выводах расследования должны представить в течение 60 дней. Задолженность ЖДМ составляет почти 460 миллионов лев, из которых порядка 70 миллионов долги по зарплатам. Ранее в предприятии рассматривали предложение на время приостановить движение поездов и уволить около тысячи сотрудников.